Охране труда пристальное внимание. Такова сегодня позиция государства, его субъектов, муниципальных образований и отдельных предприятий. Роснефтьпрунефтегаз не исключение. В большом нефтегазодобывающем предприятии охрана труда один из приоритетов. У нас есть требования законодательства, которые регламентируют нам проведение обучения по охране труда руководителям и специалистам и служащим не реже, чем один раз в три года. Большинство работников работают за пределами города, то есть на месторождениях. И, как говорится, всякое может случиться на производстве, и чтобы суметь сориентироваться и спасти жизнь, что-то жизнь. Сегодня работники предприятия собрались на лекцию по охране труда и практическое занятие по оказанию первой доврачебной медицинской помощи. После теоретической части занятия нефтяники переходят к практической отработке навыков оказания помощи пострадавшему. В этом преподавателю помогает робот-дренажер шестого поколения Гоша. Он более адаптирован к человеку. У него ригидность грудной клетки адаптирована к ригидности грудной клетки человека настоящего. Хоть и немножечко меньше по размеру, но там все соответствует как к настоящему человеку. Плюс у него программное обеспечение. Вы увидите, все выходит на экран монитора. Сердцебиение, дыхание, зрачки. Подойти к роботу и оказать ему первую помощь мог каждый. Правильно ли были выполнены реанимационные действия отражалось на экране. Заставить биться сердце Гоши получилось у всех. Но каждому потребовалось для этого разное время. Для того, чтобы спасти человека, если кто-то попал в несчастный случай, надо, чтобы, чем больше людей знает, тем больше шансов у пострадавшего выжить. Всякое бывает в жизни. Что-то случится на дороге, хотя я тоже водитель. Будем знать, как первую помощь заказывать. Тяжело в учении, как говорил великий полководец Александр Суворов, легко в бою. Проводя подобные занятия, преподаватели и работники предприятия надеются, что на практике полученные знания применять все-таки не придется. Екатерина Склюева, Денис Гимб, Новости Губкинского. Продолжение следует...